До новогоднего театрального сезона остались считанные дни. Театры активно репетируют новую программу в преддверии праздников, чтобы удивить одесситов новым репертуаром. Русский драматический театр готовится сразу к двум премьерам и новогодней сказке для юных зрителей, а также к спектаклю на малой сцене. У нас действительно безопасно. На сегодняшний момент, чтобы не сглазить, мы как-то в этой ситуации прошли очень-очень-очень хорошо. А почему? А потому что мы работаем. Мы работаем волшебниками. Это потому что Новый год близко. Надо людям создать впечатление новогоднего настроения. У нас зал уже создает впечатление. Это и его поповлекло то, что мы работаем волшебниками, мы готовим премьеру. Театральный сезон выдался непростым. Вынужденный перерыв и невозможность поделиться энергией со сцены не могли не пройти бесследно. Но руководство и коллектив культурного учреждения все же смогли зарядиться новыми идеями, чтобы в тот момент, когда загорится зеленый свет и прозвучит долгожданный третий звонок отдать зрителю все лучшие эмоции. Если нам дадут зеленый свет, на что я рассчитываю, надеюсь, то 29-го и 30-го мы покажем детям по две сказки в день, то есть четыре сказки до Нового года. Мы им обязательно покажем, мы репетируем, мы танцуем, мы веселимся. Причем очень многие ребята, кто занят в этом спектакле, в большом, они заняты и в сказке. И поверьте, отсюда мы идем танцевать, потом спускаемся вниз, играем спектакли и так далее и тому подобное. То есть никто не хочет уходить, я не слышала ни одного возгласа, ой, мы что-то переработали немножечко. Все так боятся, что нас снова закроют, а они опять идут на простой, что хотят ежедневно, ежесекунду находиться в зале, на сцене, внутри театра, внутри коллектива, в деле. Одесский русский драматический театр не может упустить шанс порадовать зрителя новыми спектаклями, тем более в такое непростое время. 26 и 27 декабря театр приглашает зрителей на премьеру «Игры короля». По исторической пьесе американского писателя Джеймса Голдмана «Лев зимой», которая является примером мировой классической драматургии.